Добрый день, уважаемые коллеги! Начну, пожалуй, с ответа на вопрос, почему представитель банковской безопасности на форуме по кибербезопасности промышленности. Во-первых, я не всегда работал в банке. Во-вторых, в силу ряда причин финансовые организации находятся на передовой борьбы с киберпреступностью. Информационная безопасность банков уже много лет имеет собственный комплекс обязательных нормативных документов от своего регулятора. Уральский форум по информационной безопасности проводится здесь более 10 лет. Поэтому, я думаю, нам есть что обсудить от нашего форума к вашему форуму. Прежде всего, попробуем разобраться, в чем отличие банковской безопасности информационной от информационной безопасности промышленности. Во-первых, промышленное предприятие, как и любая организация, является клиентом банка и подключено к дистанционным банковским сервисам. Также в любом предприятии есть бухгалтерия, кадровые, административно-хозяйственные информационные системы. Все то, что называют системой управления предприятием, ERP-системы. В финансовой организации и у промышленного предприятия обязательно есть информация, составляющая коммерческую тайну, персональные данные. Необходимо также поддерживать системы электронного документооборота, как внутренние, так и внешние. Все это объединяет любую организацию, и в этой части задачи и проблемы у нас общие. В чем же разница? Разница в том, что банковский производственный процесс оперирует финансами, а промышленность – материальными предметами. Соответственно, наш основной производственный ресурс – финансовые средства. И похищать их можно дистанционно, и они являются, собственно, конечной целью злоумышленника. То есть не нужно искать покупателя или заказчика для кибер-взлома. Поэтому монетизация взлома для финансовой организации происходит гораздо проще и легче, чем для промышленности. Из этого следствия, что если сравнить с каким-то бойцом, то информационная безопасность – это боец, который не выходит из ринга и все время находится в хорошей форме. А для многих промышленных предприятий – сидит за забором в каске, отдыхает, но в любой момент может прилететь кирпичом по голове, так что мало не покажется. Потому что для производственных предприятий, собственно, риски и последствия инцидентов, в том числе кибербезопасности, они могут быть гораздо более тяжкими, чем для финансовой организации. И, в частности, закон 187 о критической информационной инфраструктуре, он направлен на то, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. И не случайно мы на нашем форуме столько внимания уделяем этим вопросам, связанным с классификацией и защитой объектов Киеви. Конечно, в промышленности есть свои передовые организации по участию в обеспечении информационной безопасности. Ну, прежде всего, атомная промышленность, середевые гиганты. Они на самом деле уделяли информационной безопасности гораздо больше и раньше внимания, чем этим вплотную занялись банки. Но, тем не менее, и здесь разница есть в том, что для производственного процесса изоляция от внешней среды может быть обеспечена гораздо в большей степени, чем для банковских информационных систем. То есть банковские информационные системы связаны сотнями тысяч нитей со своими клиентами, партнерами, так сказать, различными системами взаимодействия, платежными системами. И в этом плане в части решения вопросов защиты информации нам гораздо сложнее. Хотя, так сказать, то, что мы, как говорил Александр Павлович, то, что мы находимся за периметром, это еще не решает все проблемы, потому что все равно есть флешки, есть радиоканал, но, так сказать, это, понятно, немножко, так сказать, уже другие задачи. Название нашей сессии – «Прошлое, настоящее и будущее промышленной кибербезопасности в России». Чтобы понять, где мы сейчас находимся, куда движемся, начнем с небольшого экскурса в историю. Изначально информационная безопасность формировалась в коммерческом секторе как часть обеспечения правильного функционирования автоматизированных систем. Необходимо было обеспечить разрешение доступных пользователям ресурсов, исключить несанкционированное вмешательство управления автоматизированной системой. Основной угрозой был вандализм обиженных сотрудников и опасные эксперименты особо продвинутых. А мотивы киберпреступников в основном сводились к нездоровым, так сказать, мотивам нездорового самоутверждения. Для противодействия актуальным на тот момент угрозам было достаточно простейших функций аутентификации пользователей, разграничения прав доступа и ведения логов. Все эти средства при этом являлись частью операционных систем и СУБД приложений и управлялись подразделением информационных технологий. Поэтому с точки зрения руководства компаний и бизнеса информационная безопасность была задачей подразделения информационных технологий. Данную форму обеспечения информационной безопасности условно будем называть IT-секьюрити. Дальнейшее распространение информационных технологий на управление производством, инфраструктурой, финансовую сферу привело к повышению рисков, связанных с безопасностью. Появилась возможность монетизации взломов через вывод финансовых средств, а также путем шантажа или выполнения стороннего заказа на взлом или ДИДОС-атаку. Одновременно развитие вычислительных сетей и возможность удаленного доступа существенно расширил круг пользователей, а следовательно и потенциальных злоумышленников. Начала формироваться профессиональная киберпреступность. В части организации процессов информационной безопасности данный период характеризуется появлением и развитие стандартов информационной безопасности, обязательных к исполнению регуляторных документов, а также с осознанием, что требования безопасности являются ограничениями на функциональность процесса разработки и эксплуатации автоматизированных систем. Это привело к осознанию внутренних противоречий между IT и информационной безопасностью, некого конфликта интересов, и выделению подразделений информационной безопасности в отдельную структуру, которая обеспечивает выполнение внешних и внутренних стандартов, согласование документации и прав доступа. Данный период условно можно назвать и Б-контроль. Дальнейший рост электронной коммерции, переход к дистанционному предоставлению финансовых государственных услуг, высочайшая степень автоматизации приводит к стопроцентной зависимости бизнес-процессов от достоверности информации, содержащейся в автоматизированных системах и возможности ее обработки. Степень цифровизации в настоящее время является одним из основных факторов конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и государств в целом. С другой стороны, мы имеем дальнейший рост угроз со стороны киберпреступности. В настоящее время это высокопрофессиональные сообщества с миллиардными оборотами развитой специализации и с формированным рынком преступных услуг. Это позволяет им эффективно выявлять и использовать слабые места во внедряемых в бизнес-процессах, и цена ошибки в этих условиях значительно возрастает. Как следствие, происходит процесс ужесточения регуляторных требований в части информационной безопасности, а также выход этих требований за пределы традиционных функций подразделения информационной безопасности. На примере банковской системы можно сказать, что это является внедрением нормативных документов по анализу рисков и требований увеличения уставного капитала банка в случае, если он не обеспечивает достаточное противодействие риском информационной безопасности. То есть в итоге требования информационной безопасности начинают значительно влиять на бизнес-процессы компании, а во многих случаях и определять их. В современных условиях практически любое бизнес или IT-решение должно приниматься с учетом необходимости обеспечения информационной безопасности. Информационная безопасность должна сопровождать внедрение новых сервисов с момента постановки задачи, участвовать в проектировании, разработке, внедрении и сопровождении автоматизированных систем. Решение нужно принимать в кратчайшие сроки, а сложность и разнообразие решаемых задач не позволяет свести процесс к механическому соблюдению установленных правил. Нарушение баланса между безопасностью и возможностью развития бизнеса в любую из сторон приводит мгновенно к потере конкурентоспособности организации. Модель взаимодействия, в которой информационная безопасность устанавливает правила, а затем только контролирует их исполнение, становится тормозом развития для бизнеса. Таким образом, в компаниях с высокой степенью цифровизации, высокими киберрисками, необходимо рассматривать информационную безопасность как часть бизнес-процессов. Мы условно можем ее назвать цифровой безопасностью. И, соответственно, подразделение информационной безопасности важнейший участник бизнес-процессов и напрямую подчиняется руководству организаций. Говоря о способах взаимодействия, обеспечения информационной безопасности, наверное, нужно сказать пару слов о возможности аутсорсинга функции информационной безопасности. Для подразделений, которые имеют собственную инфраструктуру, найти инфраструктуру, в основном на аутсорсинг отдаются задачи внедрения и настройки приобретаемых средств защиты. Так как содержать таких специалистов в штате невыгодно, и для них нет просто постоянных задач, и их невозможно загрузить. Вторая область для привлечения внешних экспертов является эффективным. Это проведение тестов на проникновение, помощь в противодействии атакам и в проведении расследований изломов. Ну, здесь связано даже не с нагрузкой, а с тем, что внутри даже большой организации для таких специалистов нет возможности развиваться и поддерживать свой уровень. Ну, какие сложности с возможностью полной передачи на аутсорсинг функции информационной безопасности? Ну, во-первых, чисто экономические соображения, не всегда это выгодно. Во-вторых, необходимо учитывать недостаточность полномочий внешних сотрудников, наличие ограничений по доступу коммерческой, банковской тайны, персональным данным, обрабатываемым в организации, и недостаточность знания внутренних процессов компании. Ну, например, безопасность турбин, наверное, мы на аутсорсинг не отдадим, так сказать, посторонней компании. Ну, на мой взгляд, так сказать, если говорить об аутсорсинге, то большие перспективы здесь открываются, когда мы передаем на аутсорсинг не только информационную безопасность, но и IT. То есть, когда предприятие полностью или частично отказывается от своей инфраструктуры и поддержки собственных приложений, переходят к использованию облачных платформ. Сейчас уже предлагаются облачные ERP-решения, электронная почта, документооборот, сервисы для совместной работы, сервисы для обработки больших данных. И для указанных типовых функций переход большей части малого и среднего бизнеса на облачные решения тормозится лишь ассортиментом и ценой соответствующего предложения. Подводя итоги нашего обзора модели обеспечения информационной безопасности, необходимо отметить, что несмотря на то, что исторические модели информационная безопасность, часть IT, информационная безопасность, часть контроля, информационная безопасность, часть бизнеса появлялись последовательно, все три модели в настоящее время имеют право на существование. Для малых и средних предприятий, не слишком отягощенных требованиями регуляторов, модель информационной безопасности часть IT-подразделения является оптимальной, поскольку не создает искусственных проблем, связанных с резервированием функций ответственных работников, потому что в маленьком ИБ-подразделении эта проблема сразу же встанет, и не усложняет взаимодействие между IT-информационной безопасностью. Для предприятий с объектами критической информационной инфраструктуры и низкой динамикой изменений будет все же более эффективной модель информационной безопасности как часть контроля. При этом модель информационной безопасности часть IT, информационной безопасности часть системы контроля являются наиболее комфортными и привычными. Я это могу сказать как представители организации, которые прошел все три стадии. В первом случае, когда ИБ-часть IT, информационная безопасность ничего не запрещает, раздражение у руководства не вызывает, а если что-то случается, все шишки падают на СИО. Во втором тоже неплохо, когда информационная безопасность это только контроль. Постановка задачи понятна, на любой инцидент информационная безопасность может ответить. Вот служебная записка, мы это безобразие не согласовали, на риски указали. Построение работы по обеспечению информационной безопасности как часть бизнеса гораздо более сложная задача и, можно сказать, совершенный выход из области комфорта. Необходимо участвовать в принятии технологических решений, формировании бизнес-процесса в оценке рисков. И любое решение, оно будет иметь свои плюсы и минусы. То есть какое бы вы решение ни приняли, всегда может оказаться, что это решение, так сказать, привело к каким-то негативным последствиям. То есть либо вы принимаете жесткое решение, а вы наносите ущерб бизнесу, либо вы принимаете мягкое решение и подвергаетесь риску, так сказать, кибератаки и инциденту информационной безопасности. Но, с другой стороны, для, так сказать, компаний, которые активно используют информационные технологии, здесь выхода нет. То есть потому что такой подход, он дает явное преимущество в гибкости, скорости принятия решений. И это при прочих равных становится решающим фактором успеха компаний. Ну и в завершение, так сказать, пару слов о том, так сказать, что у нас, допустим, само наше мероприятие, оно называется кибербезопасность, промышленная кибербезопасность. В названии моего доклада фигурирует информационная безопасность в основном. Хотелось бы понять, собственно, так сказать, что мы обсуждаем, о чем я вам рассказывал и что мы обсуждаем на форуме. Ну, во-первых, хотел бы обратить внимание, что кибербезопасность – это заимствованный термин. И в регламентирующих документах нашего партнера, в кавычках, определяется, как способность защищать и оборонять киберпространство от кибератак. Термин «оборона» здесь означает вид активных боевых действий, предполагающих в том числе применение ответных, превентивных компьютерных атак на инфраструктуру атакующую, в том числе расположенную на территории иностранного государства, против применения любых средств поражения, по мнению Министерства обороны США. Но чуть позже, так сказать, эти предпосылки были смущены. В совместном документе Американского аналитического центра «Восток-Запад» и Института проблем информационной безопасности МГУ кибербезопасность определяется как свойство киберпространства, киберсистемы противостоять угрозам намеренным, ненамеренным, а также реагировать на них и восстанавливаться после воздействия этих угроз. Это также подразумевает активное противодействие, хотя и не так явно. Что касается информационной безопасности, то термин трактуется либо как состояние защищенности информационных ресурсов, независимо от формы представлений, либо как процесс защиты информационных систем. Если мы посмотрим на третье определение, то здесь мы практически сходимся в определении кибербезопасности, информационной безопасности, они совпадают. И в чем проблема этих всех определений? То, что мы оперируем безопасностью информационных систем, а не безопасностью предприятия. Вот переход к этому сделан, частично попытка перехода дана в документе Банка России, это четвертый пункт. И говоря о том, как нам рассматривать предмет кибербезопасности, информационной безопасности, я вот вчера придумал еще одно определение. Нужно переходить от терминов и оперирования понятиями информационной системы к терминам и оперированию интересов организации. Это не в нашем случае тесного взаимозависимости бизнес-процессов, информационной безопасности и IT-процессов. Это, на мой взгляд, более правильный подход. Соответственно, я предлагаю темой форума и темой наших дальнейших исследований считать информационную безопасность как способность организации противостоять киберугрозам в информационной сфере. И здесь можно использовать как термин информационная безопасность, так и кибербезопасность. Спасибо. 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 Спасибо.